привет всем и дорогие подписчики и гости моего канала своим нером сейчас у нас будет обзор на материнскую плату на x570 чипсете от компании messiah это x507 с gaming pro carbon вайфай на данной материнской плате я вот буквально пару месяцев назад вот в этом году собрал сборочку на кастомного своего данную плату заказывал как обычно с германии в общем кто не в курсе у меня есть возможность заказывать по адекватным ценам различные комплектующие за границы и видеокарты и процессоры ты чего угодно то есть в принципе есть такая возможность только вот с ожиданием проблемы иногда приходится прям нереально вот долго ждать прям до посинения но зато цены получается вот прям прилично ниже ежели покупать тут либо напрямую покупать даже вот и за границу через магазин то есть есть мне определенные скидки связаны с этим ну ладно сейчас не об этом сейчас про плат поговорим палата скажем достаточно интересная но мои скажем так определенные ожидания она не оправдала 6 смотреть зарубежные обзоры смотреть тесты других блогеров кое-какие ее характеристики они немножко превышают то есть о том вот как она греется там у других блогеров результат получили скажем так довольно-таки более интересная температура получилась более низкая в моих тестах к сожалению я вот этих температур и всего этого что у тех других блогеров иностранных вообще не увидят суме как обычно почему когда я делаю свои тесты у меня почему-то результат получается совсем другие у кого-то платы не греется у меня не блин обязательно греется у кого что-то греется у меня почему-то они потом большинство не греются в моих тестах вот такая чепуха интересная в общем сейчас я вам все покажу наглядно и на тестах все подробно чтобы все мы рассмотрели сегодня поговорим о том стоит ли эту плату покупать не стоит и в целом поговорим насколько же эта плата хороша а перед началом просмотра будет небольшая коротенькая рекламная ставка спонсор сегодняшнего видео магазин компьютер универс это отличный немецкий магазин где продаются разнообразные компьютерные комплектующие бытовая техника телефоны планшеты и так далее в общем рекомендуют также хочу заметить что под этим роликом есть еще куча других разнообразных партнерских ссылок покупает там какие-либо товары услуги очень сильно поможете моему каналу в развитии за это вам отдельное спасибо все не буду томить приступаем к ролику начнем с того что эту плату я брал в сборке достаточно крутому компьютеру изначально планировали собрать на разне 3950 как бы к нему она бралась потом человек которому я хотел компьютер делать он потом передумал этот процессор выложил на авито но в общем позже купили мы 5950 один из самых мощных как и для домашней рабочей станции так и для игровой станции по соотношению цена-качество наверное не самый лучший процессор то что он больно дорогой но у камень реально интересные первое что хочу отметить то что эта плата имеет 12 линии питания то есть схема питания довольно неплохая с одной стороны то есть плата такая бодренькая в этом плане до и охлаждение тут достаточно неплохое в плане радиаторы не мелкие все более-менее нормальный день что нет тепловых трубок дополнительных можно было конечно что-то разбежаться сделал все довольно интересно в общем в целом в теории эта плата должна вывозить 3950 5 950 без каких-либо проблем но на практике хоть тут верим довольно-таки неплохое я столкнулся с такой проблемой что все же без того что вручную тут настройки некоторые не выставишь пока температуру у тебя эти большие на верим не спадут в общем начнем с того что эта плата по умолчанию кидает на процессор завышенное напряжение почти полтора вольта местами даже больше вот такая чепуха происходит там 1.5 1.6 вольта на автомате она вследствие чего она сама себя по сути перегружает можете смотреть вот эти мои тесты и на этих тестах видно что блин тут творится верим объясняю сейчас что вы видите это процессор в данный момент на первом тесте и сейчас без разгона то есть все на автомате в turbo boost но этот turbo boost он работает неадекватно в данный момент то есть только после того как я там кое-какие настройки потом еще поправил то есть урезал вот эти все параметры вручную по напряжению чтобы таких скачков не было плат по верим по температуре просела сразу там достаточно сильно то есть вот эти все перегревы они пропали но это только после внесения ручных настроек то есть на автомате эта плата творит какую-то лютую дичь формату этой платы ребята atx питается на одним проводом на 8 пин 2 тут на 4 пина как и говорил 12 линии питания 5 плюс 2 по реальным фазам контроллер тут ар-35201 фаза тут к юэй 3111 н6 н на 56 ампер все эти фазы они усилены максимально заявлено частота памяти 4 400 максимальный объем памяти тут 128 гигабайт поддерживает эта плата 3 разъема м2 количество слотов писи экспресс x16 у 2 x4 1 x1 2 слота версия писи экспресс тут 40 количество юсби на задней панели тут 3 юсби 32 ген 2 тп 2 юсби 32 ген 1 тп 2 юсби 20 есть и один юсби тайп си по поводу звука тут стоит у нас звуковая карта realtek lk 1220 за сетевой адаптер тут отвечает intel l211 at поддерживается скорость сетевой адаптер 1000 бит в секунду по поводу ребята охлаждения сколько тут есть у нас всяких разъемов под вентиляторы для процессора тут есть два четырех пиновых разъемчика а подсистемный вентилятор 4 что хочу сказать по поводу bios то он достаточно тут стабильный выполнен качественно в плане именно того что в самой менюшке ничего не глючит и когда мышки там водишь ничего там не дергается ни глаза не хотят вырваться наружу просто были тут кое-какие плата и у мысай вот с таким визуалом с очень глюченым и тут мне кажется в общем вообще я особых нареканий поэтому не вижу все сплавненько работает четенько все хорошо но единственный счет да опять же хочу повторить что вот с напряжением это конечно косяк что на автомате напряжение до таких диапазонов кидает что 1.5 1.6 негативно скажется и на работе самой плате если вы на автоматических настройках и оставить то она не знаю будет перегреваться как вы видели по моим тестам довольно-таки сильно это просто ненормальные температуры и они только пропадают только после того когда вы переводите напряжение полностью в ручной режим и вот эти вещи фиксируете а пока вы это не зафиксировали это хренатень не пропадает и плата сама себя перегревает то есть это неправильная работа не отлаженные вот так сказал чем ребят надеюсь вам это видео было полезно спасибо что вы посмотрели если вам она понравилась то ставьте лайки подписывайтесь на канал ну что там до новых встреч пока все не пропадайте